Здравствуйте! Видимо, я выскажу крамольную мысль. Даже в недалекие советские времена футбольные страсти накануне 7 ноября, пусть и чуть-чуть, и может быть ненадолго, но отодвинули бы на второй план светлый праздник революции. Такова была сила народной любви футбола, разумеется. А уж о телетрансляциях, быть им или не быть, и речь не велась. ТВ-репортажи были дополнительной порцией к заботам партии и правительства трудящихся. Ну, НТВ не имеет отношения к тому, что происходит в розыгрыше Кубка УЕФА с позицией трансляции. НТВ – Лига чемпионов. Поэтому мы сегодня ограничимся тем, что есть. Другие времена – другие нравы. О Роторе и Лацио коротко. Волгоградский Ротор в ответ на игре с Лацио своим и до того призрачным шансом пытался придать реальные черты лишь на первых минутах. На фоне евростандартных игровых условий Беркетов с подачей Веретенникова с чисто европейской агрессивностью пробил головой мимо ворот Маркиджане, после чего началась именно та игра, о которой ждали. Во всех тех эпизодах, когда Ротор пропускал, его штрафной находилось поразительно малое число защитников. Создавалось впечатление, что волгоградцы весь матч наступали и попадались на контратаках, что вообще в голове не укладывается. Голы Казираги и Манчини разделены получасовым промежутком, однако картина одна и та же. Беселье защитников, которых по пальцам одной руки можно пересчитать, и немое отчаяние за Харчука. Гол Синьорик победила отцу над Ротором не прибавил ничего. Волгоградской команды уже фактически не было на поле. В том, что Ротор проиграется, наверное, не сомневался никто. И не было ура оптимистов и в стане команды, что делает, конечно же, им честь. Задача была в том, чтобы сыграть достойно. И отдадим должное Ротору. Он старался, но соперник действительно был сильнее. Спартаку уже достался клуб другого класса. И здесь, наоборот, никто не сомневался, что в Спартак этот этап пройдет успешный итог. И второго матча против Валя Долида 2-1. Пользу Спартака оба мяча забил Александр Петрович Ширко, которому исполнится 24 ноября 2021 год. Так вот, я думаю, вам будет интересно узнать. Я очень быстро. О тех, кто уже вышел в 1-16 финал, кроме Спартака и Лацо. Спортинг, Твенте, Карлс-Луэй, Астон-Вилла, Стяо, Рапид, Интер, Аяк, Страсбург, ОСР, Атлетико. Еще два матча Кубка УИФА будут сыграны сегодня и в четверг. Ну, а в пятницу жеребьевка. И кто бы не достался Спартаку, так или иначе, но мы переключаем свое внимание на 9 ноября на финал чемпионата России Ротор-Спартак. В клубе Ротор, где все подчинено неограниченной власти и энергии его президента, все же есть фигура, которую Владимир Горюнов в клубной иерархии ставит на один уровень с собой. Главный тренер Виктор Прокопенко тот, от кого напрямую зависит результат команды в сезоне. Но, как ни парадоксально, его статус и возможность продолжения работы в Роторе сейчас не поставлены в зависимость от результатов. Вера Горюнова в Прокопенко и уважение к нему как к человеку столь высоки, что президент не допускает и мысли об увольнении Прокопенко со своего поста при каких-либо обстоятельствах. Пока я живой, и даже разговоры на эту тему, боже мой, о чем говорится. Человек очень много сделал в становлении команды этой. Более того, не дай Бог, он куда-то соберется. Обижусь на всю жизнь. Меня сегодня, лично сегодня устраивает практически все. И мне интересно работать с тем подбором игроков, которые есть ко мне. Как к тренеру нормально относится руководство. Болгоград, по сути дела, моя вторая родина уже сегодня. Несмотря на идиллическую картину в отношениях клуба Прокопенко, Болгоград для главного тренера Ротора не тихая пристань, позволяющая свести свою работу к поддержанию потенциала команды на уровне постоянного претендента на медали. Прокопенко стремится к максимуму. Не потому, что на такой лад его настраивают амбиции Горюнова, а потому, что ни в союзные времена с Черноморцем, ни в российском чемпионате с Ротором, он лично не реализовал себя в качестве тренера-победителя. То третьего места не хватило, то и еще чего-то. По чуть-чуть мне не хватало. И ситуация с Ротором то, как только пришел, не занял третье место, которое было в кармане. Мы дома нижнему Новгороду проиграли на свой день рождения. Вы знаете, как в финале Кубка, как Кубок уже был в руках, ушел. В том году медали. Я уже думаю, может, какой-то злой рок надо мной, может, что-то я сделал неправильно. Сегодняшний Ротор Прокопенко в какой-то мере столкновение противоречий в его тренерской концепции. Хотя сам он считает, что тренерские идеи не должны являться догмой, факты говорят о том, что Прокопенко в Роторе пока не реализовал себя и с точки зрения селекции. Костяк нынешнего Ротора составляют игроки, бывшие основой еще Ротора Салькова. Из футболистов, появившихся при Прокопенко, если исключать местных воспитанников, явно ко двору пришлись лишь Зернов и Захарчук. И в какой-то мере сразу попавший в основу Оленников. Подавляющее же большинство приобретений либо не являются основными игроками, либо уже проданы. Помимо этого, имеющиеся в распоряжении Прокопенко игроки, хотя и приносят результат в чемпионате, не позволяют тренеру варьировать тактику, что так необходимо в матчах с сильными соперниками. У меня есть некоторые моменты, которые я, к сожалению, сегодня не могу. Вот в мыслях. Не могу через своих игроков показать на поле. Не потому, что они плохие, а потому, что подбор игроков таков, что не всегда получается. На протяжении нескольких сезонов стержнем игры Ротора является Веретельников, наличие в составе которого определяет модель игры. Тренерская линия Прокопенко в какой-то мере зависима от фигуры главного бомбардира команды, что даже порождает слухи о якобы натянутых отношениях тренера и игрока Примы. Однако вполне возможно, что Веретельников из Ротора на будущий год уедет. В этом случае Прокопенко может предстать в роли новатора, который в состоянии сломать стереотип команды, играющей на одного человека, и создать принципиально иную. Пока Веретельников будет оправдывать свое присутствие на поле, забитыми голами, пока это не потому, что я не хочу, чтобы забивали другие, чтобы видоизменять тактику. Пока это дает результат, ну зачем же отказываться, зачем объединять игрока. Перестанет забивать, судьба заставит что-то другое искать. Но на данный момент у главного тренера Ротора только одна задача – золото чемпионата, которое обеспечит победа в одном единственном матче. Возможно, главном матче в его жизни. Ведь для Прокопенко, уже не раз упускавшего удачу из рук, очередное поражение может стать подтверждением фатальности его тренерской судьбы. Мне не хочется об этом думать, меня не надломит, я точно знаю. Конечно, будет большое разочарование, если, не дай бог, это произойдет. Но не хлебом единым жил человек, тем более футболом. Так что, думаю, большой трагедии из этого не будет. Волею футбольных судеб и 11-метровых гримас, но дополнительного матча за золотые медали уже не будет. Но встреча в Волгограде от этого не станет менее значимой. И будем надеяться, что футбол, который покажут участники, окажется не только для внутреннего пользования, с расчетом на то, что «Спартак» последний месяц играет очень даже прилично. В воскресенье «Спартак» может стать чемпионом России в пятый раз за последние шесть лет. Казалось бы, предсказуемый и привычный успех. Однако для «Спартака» победа в этом сезоне приобретает больше, чем когда-либо значимость. За короткую историю постсоветского футбола «Спартак» в российском чемпионате был представлен по сути четырьмя разными командами. Первая, не имея никакой конкуренции со стороны других клубов, исправно и с большим отрывом становилась чемпионом России, оставаясь при этом темной лошадкой в Европе. «Спартак» второго созыва имел самую непродолжительную историю, но именно достижение команды образца 95-го после оглушительного успеха в групповом турнире Лиги чемпионов создали российскому клубу «Имя» в Европе. При этом за кадром осталось то обстоятельство, что тогда же в 95-м «Спартак» впервые остался без чемпионства, уступив золото Алании, и как следствие как-то незаметно утратил, казалось бы, незыблемые позиции непобедимого в России клуба. В следующем сезоне «Спартак» сделал ставку на вчерашних дублеров «Зеленую молодежь», которая имела опыт разве что соревнований на уровне третьей лиги. Авторитет «Спартака» утратил былую значимость, и команда всерьез уже не рассматривалась в качестве претендента на чемпионство. Но «Спартаковские дублеры» дотянули до золотого матча и стали первыми. Однако эта победа не могла в одночасье вернуть «Спартаку» утраченные позиции лидера российского футбола. Выигрыш прошлогоднего золота был достигнут скорее за счет настроя, азарта и амбиции молодых «Спартаковцев», нежели благодаря более высокому классу и тем более опыту. Свою истинную силу тот «Спартак» мог проверить только в Евро-турнире, и два бездарных матча с «Гамбургом» должны были опустить молодых игроков с небес на землю. Текущий чемпионат можно считать одним из ключевых в истории «Спартака» российского периода. Для молодых игроков второй сезон, как правило, является проверкой на прочность, возможностью подтвердить обоснованность своего честолюбия и притязания на место в основном составе. Отсюда очевидные задачи на этот год – доказать закономерность победы в золотом матче и, добившись права выступать в Лиге чемпионов, вернуть «Спартаку» авторитет на европейском уровне. В межсезонье состав «Спартака» практически не изменился. Кадровая политика клуба лишь подтвердила тезис – тренеры рассчитывают в основном на тех, кто составлял костяк команды в 96-м. Однако перемены коснулись и «Спартаковской» молодежи. Причем, на первый взгляд, выглядели они достаточно спорно, учитывая постоянные кадровые проблемы в обороне и отсутствие, помимо Ширко, мощных нападающих. «Спартак» расстался с двумя неплохо проявившими себя в 96-м защитниками Липко и Дуюном и пополнился игроками атаки тольяттинцами Бахаревым и Бузникиным, причем перспективы последнего, по мнению специалистов, выглядели весьма туманно, в то время как Бахареву прочили место в основном составе. Но логика действия руководства «Спартака» по ходу сезона нашла иное отражение. Липко и Дуюн не вышли в лидеры в Нижнем Новгороде. Бахарев в середине сезона перестал попадать в состав, а вот Максим Бузникин, несмотря на травмы, стал ведущим игроком атаки. Характерно, что этот сезон для Бахарева и Бузникина дебют, и финал в Волгограде для них по сути тоже, что и золотой матч в Питере для прошлогодней спартаковской молодежи. А потому делать выводы о перспективах двух бесспорно талантливых игроков преждевременно. Ведь по сути из тех, на кого была сделана ставка в 96-м, в основе закрепился только Егор Титов. При этом «Спартак» остается единственным клубом в стране, который подготовил такое количество перспективных футболистов. Достаточно сказать, что пока в России только одна команда выполнила поставленную на сезон задачу. Молодежная сборная, костяк которой составляют именно спартаковцы, выиграла групповой турнир чемпионата Европы. Сильная сторона «Спартака» в том, что в команде есть несколько игроков, которые могут на определенном отрезке времени стать лидерами. Тихонов, безусловный лидер в 96-м, в этом году из-за травмы не сумел выйти на прошлогодний уровень, но именно его имя громче всех кричат с трибун. Для Тихонова победа над «Ротером» не просто очередная победа, а весомый аргумент на право оставаться любимцем болельщиков. Оленичев – главный претендент на звание лучшего игрока года. Но чего будет стоить это звание, если его клуб останется вторым? В общем, мотивация «Спартака» как группы отдельных личностей очевидна. Также очевидна и мотивация «Спартака» как клуба. В этом сезоне на славной странице своей истории «Спартак» уронил жирную кляксу, не попав в Лигу чемпионов. Поражение от «Кошица» имело для «Спартака» тяжелые последствия. Клуб понес колоссальные финансовые потери, а главный тренер подвергся невиданной доселе в России обструкции. Но, как оказалось, эти последствия имели локальный характер. Болельщиков у клуба не убавилось, уже на следующий календарный матч с «Зенитом» пришло 10 тысяч человек. Парадоксально, но через два месяца, казалось бы, неизгладимый позор породил даже больше по масштабам и резонансу триумф «Спартака» и Олега Романцева. Попади «Спартак» в Лигу чемпионов, остается только догадываться, как бы команда там выступила. А поражение от «Кошица» подарило «Спартаку» Сьон. И именно переигровка в Черкизове стала для поклонников команды событием года. Пройдя в «Алидолит», «Спартак» вышел в 1-8 финала Кубка УИПА. Это уже дальше, чем в прошлом году. Таким образом, двумя раундами Еврокубка «Спартак» в какой-то мере искупил вину за провал «Скошица». Лига чемпионов – хороший поставщик средств в клубную кассу. Но рядового болельщика вряд ли может всерьез интересовать финансовое положение клуба. Тем более, что в России не принято распространяться по поводу происхождения доходов. Поэтому прежде всего «Спартак» обязан до конца расплатиться с кредиторами-болельщиками. И путь к этому один – выиграть чемпионат и в следующем году попасть в Лигу чемпионов. Продолжение следует...